Предприятие «Новые перевязочные материалы» находится в деревне Жучки Сергеево-Посадского городского округа. И оно не останавливало свою работу в связи с карантином. Это съемки трехлетней давности. Сейчас производство выглядит иначе не только в смысле приоснащения, но и замер предпринятых для безопасности сотрудников. Мы связались с директором предприятия и поговорили о том, как сегодня организована работа предприятия. Организация полуторометрового пространства. Каждые два часа у нас идет дезинфекция поручней дверных ручек. Это измерение температуры работников с занесением в журнал. Сейчас, в данный момент, мы обеспечиваем работников, чтобы они могли добраться до работы, уехать с работы двумя масками и двумя парой перчаток, несмотря на то, что тяжело очень достать. Но мы, в общем, это делаем. Недавно еще удалось нам достать индивидуальные средства, дезинфицирующие брылочки, чтобы они могли с собой забрать. Да, было сказано, что кто опасается настолько сильно, он имеет возможность каким-то образом оформиться, не прийти. И, например, взять больничный, который можно сделать удаленно, например, позвонить, считать, что плохо там и так далее. Поэтому все было без какого-то приказа особенного. Но, в общем, люди поняли, все ходят и работают. И, в целом, я им очень за это благодарен. И сам тоже приезжаю каждый день, чтобы показать, что мы вместе делаем важное дело. Предприятие новые перевязочные материалы. Производят пластыри, в том числе госпитальные больших размеров, стерильные, пропитанные антипактериальным составом и инновационные повязки. Пленочные, силиконовые, пенные. Предприятие реализовывало продукцию не только в России, но и за рубежом. За пределы страны нам грузить запрещено. Мы с пониманием относимся к этому. Хотя, конечно, здесь получается такой небольшой эффект. Стране нашей продукции не стало больше нужно, слава богу. Потому что мы всегда, то, что мы делаем, нужно людям, которые испытывают большие проблемы. Поэтому, слава богу, что не стало больше нужно. Но и за рубеж мы грузить не можем, потому что действует всеобщий запрет на вывоз мед. изделий за рубеж. Может пригодиться все стране. Мы это понимаем все и выполняем это неукоснительно. С поставками материалов нам, да, действительно, часть материалов, небольшая, не больше половины, но она есть такая, достаточно значительная, мы завозим из рубежа, потому что в России не производится. В силу достаточно специфичности нашего производства, эти материалы не используются широко больше в других сферах. И поэтому производство нерентабельно размещать в России. Именно поэтому их нет. А в том же Китае они делают это на весь мир. И большой объем, и достаточно рентабельно. Мы из Европы возим, соответственно, материалы. Да, были задержки определенные, но в основном временные. Ну, пока это появилась сложность, не сложность, а отрицательный момент с тем, что вырос, соответственно, доллары и евро. Но мы цены не повышали. Возможно, разработки предприятия, которые до этого момента казались неперспективными, спустя время станут востребованы лечебной сетью и простыми потребителями. У нас есть там запатентованные материалы, которые создавались там 6 лет, 7 лет назад, фильтрующие. Но тогда это не очень было как бы нужно, потому что там достаточно серьезная фильтрация, при том, что воздухопроницаемость в два раза больше, чем в обычной маске. А фильтрация сильнее. Но материал, понятное дело, стоит дороже. В тот момент, когда маска стоила рубль, он был никому не нужен. Поэтому мы сейчас достали свои, скажем так, все эти наработки, а не просто наработки, это запатентованные вещи, и отдаем в исследование, потому что прошло много времени, да, то есть как себя ведет материал. Если он до сих пор работает, то, в принципе, даже можно на какие-то Росрезервы его отправлять. Но это пока все только-только просто мы проверяем, пока никаких производств заворачивать мы не собираемся. От исследований до внедрения путь обычно бывает небыстрым, но кто знает, быть может, особенности ситуации сократят этот путь. Оксана Мирошникова, программа «События». Температура 5-2018. И опять же, как и Susanx. И он, как и п街, у нее там входят для Compliance. У нас есть много положений, но как он подумал. Погixи еще несколько минут. И он, как и он перестал.